Данная опроса Общественного мнения Здравствуйте, это КФУ Итоги недели Сегодня мы поговорим о нашем здоровье Также в программе Мы вам будем делать вакцину Кто последний на прививку? Как в униклинике проходит вакцинация? Все, кто на мониторе Они все на ИВЛ Ради жизни О чем мечтают врачи университетского ковид-госпиталя? Айтишник, который занимается наукой Он такой же айтишник, но в то же время Он занимается разработкой нового Айтишникам быть обязан На что делают ставку В Институте информационных технологий И интеллектуальных систем Образовательная деятельность Она должна строиться не только в рамках И в стенах нашего института Она должна выходить за рамки Новые назначения и задачи В каких институтах КФУ Произошли кадровые перестановки Итак, главная новость недели Это, конечно же, объявленная Президентом России нерабочая неделя Она выпадает на период с 30 октября По 7 ноября Хоть часть дней и связана с праздничными датами Однако повод для нерабочей недели Отнюдь нерадостный Количество заразившихся и скончавшихся От коронавируса в стране Бьет рекорды Более того, ситуация идет к сценарию Еще большего ухудшения Связано это и с началом сезона заболеваний ОРВИ И с несоблюдением ограничительных мер в регионах И с низкими темпами вакцинации Прививочная кампания в стране началась давно Если бы она продвигалась так, как сейчас После введения в некоторых регионах Дополнительных ограничений в виде специального допуска В места общественного питания, торговые центры, фитнес-центры То к осени россияне бы и заработали тот самый жизненно необходимый коллективный иммунитет Но и сейчас этот вопрос главный в повестке и страны И в каждой отдельной семье В университетской клинике продолжают принимать всех желающих получить прививку За заветным уколом сюда приходят и студенты И сотрудники университета И рядовые пациенты А их в последнюю неделю действительно очень много Как справляются медики униклиники с наплывом пациентов И кто пришел им на помощь, выясняла Эльвина Минобуддинова Более 5000 пациентов приняла униклиника с момента начала вакцинации Количество желающих пройти иммунизацию с каждым днем увеличивается Одним из таких пациентов стал Антон Федосеев Студентом второго курса Института фундаментальной медицины и биологии Желание пройти вакцинацию не связано с введением ограничительных мер, говорит юноша Решение принял в связи с состоянием здоровья Знаете, я на самом деле имею хроническое заболевание среди сосудистой системы И вот в связи с эпидемиологической обстановкой нынешней я решил вакцинироваться В униклинике стали вести подсчет все, кто прошел процедуру вакцинации По последним наблюдениям врачей оказалось непривитой больше подверженной инфекционным заболеваниям После вакцинации пациент переносит болезни в легкой форме и не заболевает вовсе Сегодня мы вам будем делать вакцину спутник ВИ и наименование ее ГАВ-КОВИ-2 Она состоит из двух компонентов Сейчас в поликлинике доступны две вакцины спутник ВИ и эпивак Корона В ближайшие дни ожидается поставка спутника Лайт Идти на прививку следует при отсутствии симптомов недомоганий Перед тем, как сделать заветный укол, пациенту необходимо проконсультироваться со специалистом Он определит, разрешена ли прививка в данный момент В первые три дня такие, как гриппоподобный синдром, это субфибрильная температура до 38 градусов доходит Также слабость, утомляемость, головная боль То есть это считается нормальным и в течение трех дней это проходит Если же это уже больше трех дней длится, то необходимо уже обратиться к врачу Некоторые пациенты уверены, сделав прививку, они становятся носителем вируса Это заблуждение опровергает врач-эпидемиолог По словам Дианы Суфиаровой, после прохождения процедуры человек не может быть носителем вируса и заразить окружающих Не может никого заразить и сам не может быть носителем вируса Так как вакцина здесь не живая, здесь только используются частицы, то есть на аденовирусе То есть сама вакцина состоит из частички шипа, которая встраивается в аденовирус И уже затем вот этот аденовирус, когда встраивается в клетку, в ответ на это вырабатываются антитела Антитела в последующем при встрече с вирусом будут нейтрализовать и человек не заразится, либо перенесет это в более легкой форме Однако есть опасность того, что человек уже в момент вакцинации или между введением первого и второго компонента прививки может подхватить инфекцию от носителей Поэтому меры предосторожности должны соблюдать также Маски, лично гигиена, все это остается неизменным Дома влажная уборка, проветривание помещения Но главное избегать места массового скопления людей Специфическая профилактика – это вакцинация как от самого ковида, так и от гриппа нужно вакцинироваться Также и неспецифическая профилактика, такие как соблюдение средств личной гигиены, средств индивидуальной защиты На помощь врачам пришли волонтеры Это студенты Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Сейчас в униклинике работают 30 студентов В экстренных случаях, по словам куратора-волонтеров, могут привлечь еще 20 добровольцев В начале 2020 года вся планета столкнулась с пандемией И вспомнили про врачей И врачам, скажем так, им нужна помощь Они сами не справляются Кроме того, что вакцинировать, нужно еще помогать в заполнении документов И мучшествовать пациентам Поэтому униклиника попросила волонтеров помочь им в заполнении помощи при вакцинации Но студенты, они сами в будущем тоже врачи И они понимают, что так они могут прикоснуться к тому, кем они будут работать в будущем И набираться опыта уже со времен студенчества Волонтеры заполняют документы, карточки, направляют пациентов к кабинетам врачей Сотрудники поликлиники не просто довольны работой будущих коллег Они радуются, что среди студентов много тех, кто проявляет собственную инициативу И предлагает решение в проблемных вопросах Одна из таких – Ильнара Закирова Еще на первом курсе она узнала о существовании волонтерского движения И сразу присоединилась к нему Ильнара обучается на стоматолога И в свободное от учебы время оказывает помощь в клинике Ну, конечно же, я очень хочу помогать в борьбе с коренавирусом Потому что это не у всех проходит в легкой форме И если я смогу помочь в таких банальных вещах, как разносить лекарства Или хотя бы немного облегчить деятельность врачей Это будет мое какое-то внутреннее удовлетворение И небольшой мой вклад Внести свой вклад в борьбу с пандемией могут и рядовые пациенты Всего лишь сделав прививку Получить консультацию врача и пройти процедуру вакцинации в униклинике Может каждый желающий ежедневно с 8 до 6 в бутние дни И с 8 до 3 в выходные Эльвина Минабудинова, Хафиз Гараев, КФУ, Итоги недели Быть или не быть вакцинированным Тема, которую обсуждают везде И каждый из нас принимает свое личное решение Конечно, тот, кто настороженно относится к разного рода прививкам Сомневается, и это его право Как и его право на жизнь Но вот здесь гарантий в случае заражения медики не дают Они уверены в одном Спасение человека в вакцине И говорят они это не голословно Пройдя только через личный опыт лечения больных коронавирусом 21 октября исполнился ровно год Со дня открытия временного ковид-госпиталя На базе университетской клиники КФУ С этой датой поздравил коллектив госпиталя Ильшат Гафуров Ректор университета поблагодарил его за успешную работу Вы только подумайте Вот уже год временный госпиталь работает без перерыва И так все учреждения республики развернуты для лечения пациентов, зараженных одним вирусом И он не щадит никого Среди пациентов реанимационных палат все больше молодых И не всегда их удается спасти А между тем врачи мечтают только об одном Вернуться к нормальному прежнему режиму работы Возможно ли это? Что происходит там, в красной зоне? Об этом в нашем следующем репортаже Все, кто на мониторе, они все на ИВЛ Датчики температуры стоят, датчики пульсоксиметрия Манжеты с давлением, датчики давления И позволяют в режиме реального времени контролировать Вот так в режиме реального времени Врачи университетского ковид-госпиталя работают уже год С коронавирусом борются еще дольше Болезнь не просто коварная Она непредсказуемая, говорят медики Под ее удар попадают все И стар, и млад Год назад, да, большинство пациентов Было возрастных с хроническими заболеваниями Сейчас увеличивается количество пациентов Молодого возраста, которые изначально Не имели данных за наблюдением У них там каких-то серьезных заболеваний Или учет по хроническим заболеваниям Да, пациенты молодого возраста 70-80-е годы рождения Их количество сейчас, к сожалению, стало больше И течение у них не самое легкое Пациенты ковид-госпиталя в один голос рассказывают ту же историю Появилась температура, думал, пройдет само Дальше только хуже Скорая помощь, приемный покой и больница И уже тут, понимаешь, ценность каждого вдоха Не знаю, что сделано, что просто подышать воздухом Кислородом Не ценим, когда имеем То, что день начинается с утра Это слишком образное понятие Он, собственно говоря, и не заканчивается, как правило Особенно вот в этот действительно тяжелый период Тимур Сибгатулин заведует ковид-госпиталем Правда, здесь другой глагол подходит Живет В таком состоянии здесь находится весь персонал Шутят Прописаны Не постоянны только пациенты Их поток не иссякает Выздоровевшие уезжают домой Привозят новых И тяжелых больных гораздо больше, чем в начале пандемии Изначально рассчитывали на 6 реанимационных коек То в дальнейшем пришлось добавить еще дополнительную палату И уже на сегодняшний день еще добавили еще третью палату дополнительно Для того, чтобы на ней располагались именно реанимационные койки Пациенты самые крайне тяжелые, требующие искусственной вентиляции легких Если мы в предыдущие месяцы имели определенный резерв по свободным койкам То есть мы были заполнены в какие-то периоды на 50, в какие-то периоды на 80, 90% И у нас был запас коечного фонда То на сегодняшний день абсолютно 100% коек И даже больше 100%, потому что мы пользуемся еще системой приставных коек На сегодняшний день он задействован Это отделение реанимации Лица пациентов мы показывать не можем Сейчас здесь происходит самое важное – спасение человека Каждого из них ждут дома И каждая койка на счету Чем быстрее излечивается пациент, тем больше шансов у другого человека получить помощь Если мы сейчас говорим о реанимационном отделении, где мы находимся То все 100% пациентов, находящихся в реанимации, они – это непривитые пациенты по разным причинам Болеют все – и привитые, и непривитые, признаются врачи Но прошедшие вакцинацию болеют легче Иммунитет у этих пациентов включается быстрее Лечение и самой болезни, и ее последствий обходятся очень дорого Тяжелые пациенты, которые требуют тяжелой терапии, генно-инженерной терапии, серьезного вмешательства препаратов Их стоимость лечения может доходить и до 300-500 тысяч К сожалению, это очень дорогое лечение И лечение серьезное, но реанимационные койки и длительная поддержка аппаратами – оно требует еще больших затрат В рядах солдат в борьбе с коронавирусной инфекцией не только медики Ученые Казанского университета с первых дней этой негласной войны ищут способы лечения вируса Так, Институт фундаментальной медицины и биологии участвует в программе антицитоковиновой терапии Исследования генотипа, тестирования на Т-клеточный иммунитет Именно лаборатория Альберта Анатольевича Резванова, вообще в республике Первая помогла внедрить определение титров антител Чтобы своевременно, уже когда только началась пандемия, разворачиваясь в первые госпиталя Была возможность пациентам вводить антиковидную плазму Но не одними препаратами живы пациенты Они отмечают, без такого персонала выздороветь тяжело Профессионализм всех, кто работает в госпитале, на высоте Это признают и бабушки, которым важно такое доброе участие И сотрудники университета, попавшие на койку Благодарю весь медицинский персонал ковидного госпиталя Которые 24 часа в сутки с нами вместе При любых изменениях симптомов, появлении новых симптомов Они достаточно очень быстро реагируют на это Поэтому я благодарю, я желаю им здоровья, терпения Я дышу, значит я живу Одна трубка и две двери отделяют тех, кто находится в госпитале и за его пределами И спасение это рядом Как бы это пафосно ни звучало, оно зависит от человека От его выбора, делать ему прививку или нет Коллективного иммунитета врачи ждут больше всего Как больные ждут свободного вдоха полной грудью Ведь вдох важен для каждого Для больного, чтобы жить Для врача, чтобы отдышаться И начать снова бороться за жизнь Салават Мухаммадуллин, Фарид Захид Оглы и Хафиз Гарая в КФУ Итоги недели В КФУ будут изменены некоторые критерии оценки структурных подразделений ВОЗа Связано это с действием новой программы «Приоритет 2030» Участником которой стал Казанский федеральный университет Предложения по изменениям затронули разделы образования, наука, инновации, интернационализация, а также кадры и финансы Ректор КФУ Ильшат Гафуров подчеркнул, что оценка деятельности должна проводиться в рамках реализации программы «Приоритет 2030» В этой связи основной акцент должен быть сделан не только на публикационной активности педагогических работников А также непосредственно на результатах деятельности сотрудников Инновационная составляющая, по словам ректора, должна учитываться в первую очередь Мы должны быть ориентированы на конечные продукты своей деятельности и вносить реальный вклад в экономику региона Сказал Ильшат Гафуров В ближайшее время в каждом структурном подразделении появятся центры ответственности за реализацию новой программы развития университета Они будут распределены среди заведующих кафедрами, лабораториями, руководителей научно-образовательных центров Российскому рынку остро не хватает IT-специалистов разного профиля В стране уже дефицит более 150 тысяч специалистов в этой сфере И к 2024 году это число может вырасти в два раза И это по самым скромным подсчетам В Казанском университете был создан такой институт, участие в котором принимают не только сотрудники вуза Но и представители Министерства цифрового развития республики и крупнейших IT-компаний региона Каковы приоритеты в образовательной программе Института информационных технологий и интеллектуальных систем? Об этом мы поговорим с его директором Михаилом Абрамским Здравствуйте, Михаил Михайлович Здрасте Начало учебного года для IT-с, так скажем, выдалось ударным Имена ваших студентов прозвучали на международном форуме Казан Digital Week На различных хакатонах, ну и также 30 персональных грантов от Минцифры Расскажите, над какими проектами сейчас ведется работа в IT-с и над чем работают сами студенты? На самом деле, как мы знаем, у нас есть еще одна большая победа университета Это победа в программе Priority 2030, мы выиграли и базовую, и специальную часть этого гранта И IT-с является полноценным участником этого проекта Соответственно, наши специалисты, они входят в ряд стратегических проектов В том числе у нас есть стратегический проект номер 4, это про технологии искусства и интеллекта Где будут разрабатываться решения в области коллаборативной робототехники И также промышленных технологий, использованные в виртуальной реальности и дополненной реальности Ну и также у нас очень большой пласт образовательных проектов в стратегическом проекте Связанном с образовательными платформами Мы в этом году, в 2021, уже запустили несколько решений Это и платформа для координации педагогических исследований И был проведен пилотный запуск платформы для выбора курсов по выбору для студентов В следующем году мы планируем сделать это над всеми студентами университета Всеми первокурсниками, которые будут выбирать направление Также мы завершаем тестирование системы голосования диссертационных советов В общем-то много проектов и много студентов, которые, в принципе, заряжены И хотят довести проект до чего-то такого ощутимого, чтобы потом показывать и говорить, что вот это делал я Ну так много проектов, у вас студенты, получается, и учатся, и тут же знания применяют на практике За счет этого удается? Да, дело в том, что это часть нашей образовательной программы Потому что у нас проектная работа, она встроена в основное образование То есть это не факультатив и не кружок, потому что требуется некая ответственность И мы хотели бы вот именно смотивировать студентов, что это еще и отчетность в плане образовательных результатов Которые они получают у нас факультативно проектная работа только на первом курсе Уже со второго курса это обязательно проектная работа Ну, возможно, уже традиционный наш вопрос директорам институтов Как прошла приемная кампания? Уже полтора месяца учебы, понятное дело, как изменения внедрились вообще в институт И над чем упор делается именно сейчас? Да, спасибо большое за вопрос Очень для нас было важно, что мы набрали все образовательные программы, которые мы заявляли В том числе и новые У нас первый набор на программу по искусственному интеллекту Которую мы будем в следующем году развивать И мы открываем программу Мы хотим, собственно, открыть программу онлайн Англоязычную магистратуры по искусственному интеллекту Также в бакалавриате у нас открылась первая программа с элементами дистанционного обучения Где мы специально заранее студентов принимали на формат именно смешанного обучения Где у них лекции происходят в онлайн формате «Практика очна» И мы хотим в следующем году на самом деле взять и открыть онлайн направление Полностью со стопроцентным участием Здесь мы будем сотрудничать с одной известной в нашей стране компанией, занимающейся онлайн обучением Она у всех на слуху, так что следите за нашими объявлениями И вот, собственно, еще вот такой первый онлайн бакалавриат мы тоже хотим у нас открывать в следующем году Ну вот насчет высшего образования в IT-сфере Несколько лет назад, может быть, 15-13 год, да Некоторые скептически относились к этому Якобы зачем это нужно? 4 года бакалавриата Ну ладно, 4 года понятно А затем ведь еще есть магистратура, затем аспирантура Так вот, на ваш взгляд, для чего это необходимо? И, кстати, какую степень получает человек в студии «Успешная защита» кандидатской диссертации? Ну, необходимо это тем, кто видит себя, в первую очередь, в открытии чего-то нового Потому что айтишник, который занимается наукой, он такой же айтишник, но в то же время он занимается разработкой нового В то же время многие айти-специалисты согласятся, что в индустрии как раз-таки очень много серийного такого производства Поэтому это шанс, когда бакалавр идет в магистратуру, аспирантуру, это шанс для него заниматься интересными вещами Также магистратура – это очень часто способ переквалификации К нам очень много приходит выпускников экономическое образование, естественно, научное и другие гуманитарные факультеты И они пытаются по-другому подойти к айти-сфере, тем более, что наша магистратура посвящена тематике, связанной разработкой цифровых продуктов То есть это не только программирование, это еще и полный цикл, это и аналитика, бизнес-аналитика, системная аналитика и другие Что касается, какую степень получает, ну, самая популярная степень для айтишника кандидатской – это технические науки Но хочется отметить, что вот я заметил, что у нас в IT сформируется как раз-таки целых 4 научные… Наши сотрудники имеют 4 разные научные степени, то есть у нас есть кандидаты технических наук, физико-математических наук, а также экономических и педагогических наук И вот я считаю, что это очень хороший такой задел для того, чтобы у нас были представлены разные направления подготовки И наши выпускники могли выбирать не только технические науки, но еще и вот педагогические, экономические и физико-математические науки Большое спасибо за интересное содержание Спасибо вам. Перепись населения. Для чего это нужно? Об этом далее. Также в программе. Образовательная деятельность, она должна строиться не только в рамках и в стенах нашего института, она должна выходить за рамки. Новые назначения и задачи. В каких институтах КФУ произошли кадровые перестановки? Я не волшебник. Я еще только учусь. В сказке «Вся жизнь». Как книги уроженца Казани открыли мир сказок для многих поколений читателей? Казанский университет попал в топ-5 медиарейтингов вузов России. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации опубликовало рейтинг медиаактивности в высших учебных заведениях. В сентябре Казанский федеральный университет разместился на пятой позиции. Рейтинг учитывает медийную активность 219 вузов. Он складывается из трех показателей. Эффективность работы со СМИ, социальными сетями и официальным сайтом. Также в медиалидерах находится и ректор Казанского университета Ильшат Гафоров. Он разместился на второй позиции рейтинга упоминаемости в СМИ ректоров российских вузов, составленного фондом «Петербургская политика» и экспертной сетью «Давыдов Индекс». О других новостях недели из жизни КФУ в нашем дайджесте. В Казани на этой неделе проходит выездное заседание Координационного совета по делам молодежи в научно- и образовательных сферах Совета при президенте страны. Оно началось со встречи в Казанском федеральном университете руководства Татарстана и КФУ с членами Совета. И участниками стали вице-премьер Лайла Фазлеева, проректор вуза Дмитрий Таюрский и заместитель начальника управления аппарата президента России по научно-образовательной политике Денис Секиринский. Здесь прошло обсуждение развития молодежной науки, содействие в работе Советов молодых ученых, реализации мероприятий в рамках Года науки и технологий. Дорогие друзья, каждому из вас я хотела бы пожелать огромного удовольствия от той работы, которую вы делаете. Это действительно крайне важно. И крайне важно, прежде всего, для каждого из вас представлять науку России в не самый простой период в целом в мире. В КФУ назначены новые директора сразу двух институтов. Так, по приказу ректора Ильша Тагофорова, директором химического института назначен Марат Зиганшин. Своими главными задачами на новой должности он назвал усиление работы по подготовке специалистов и проведение фундаментальных и прикладных исследований. Образовательная деятельность, она должна строиться не только в рамках и в стенах нашего института, она должна выходить за рамки. Мы должны начинать со школьников свою деятельность образовательную, мы должны идти в школу. Именно на этом тоже будет сделан большой акцент. Директором института физики назначен доктор физико-математических наук Марат Гафоров. Как одну из целей работы он назвал развитие института как уникальной площадки системных мультидисциплинарных исследований, сохранение человеческого и интеллектуального потенциала, а также подготовка молодых исследователей. Физики – это штучный товар. И поэтому говорить, что мы будем выращивать у нас сейчас 1354 человека, обучающихся вместе с аспирантами, но сказать, что все 1354 человека выйдут фантастическими специалистами в физике, в радиофизике, в астрономии, в радиоастрономии я не могу. Опыт Казанского федерального университета по реализации международных программ в условиях пандемии на этой неделе представили в Дубае на саммите Times Higher Education. В ходе него представители КФУ установили контакты с рядом арабских университетов и договорились о подписании меморандумов о взаимопонимании. В КФУ прошли досрочные выборы президента Узбекистана. Избирательные участки были открыты сразу на трех площадках университета в Казани, а также в Набережных Челнах и в Елабге. Проголосовать смогли граждане Узбекистана, которые сейчас находятся в республике Татарстан. Эксперименты, открытия и новые разработки. В КФУ специально для первокурсников прошел фестиваль «Открывая мир науки». Свои интерактивы для новоиспеченных студентов представили институты университета. Также с работы площадок параллельно прошли интеллектуальный квиз и научно-познавательный квест «Знание сила». Если вы получили хоть малейший толик интереса, хоть малейшая искорка, у вас дожглась, это означает, что с вами можно и нужно работать дальше, и у вас впереди очень долгий путь, путь становления ученого, исследователя, инженера. Бывший президент США Дональд Трамп на неделе объявил о предстоящем запуске своей собственной социальной сети TrueSocial. Как он выразился, ее он создал, чтобы противостоять тирании больших технологий. На это Трамп пошел после того, как крупные американские социальные сети заблокировали его аккаунты. «Его в социальной сети будет присутствовать правда», — сказал Трамп. Удивительно, но это сообщение совпало со слухом, что американская корпорация Facebook намерена изменить название. Новая компания Цукерберга с недавнего времени объединила сразу несколько соцсетей и мессенджеров. Как предполагают инсайдеры, миллиардер хочет название своей корпорации отразить ориентацию на метавселенную. Вот так, ни больше, ни меньше. Чем всемирная сеть удивила моего коллегу Леонида Толчинского, узнаем из его авторской рубрики. И вновь с вами «Смотрите сами». Действительно, всю минувшую неделю настоящее и будущее сетевого пространства было в центре бесконечных дискуссий. Это и непростые попытки Дональда Трампа создать свою социальную сеть, которую уже успешно попытались взломать. А потому что столь глобальный проект — это труднейший процесс, и решить его не столь просто, как видится энергичному экс-президенту США. Впрочем, кому посчастливилось создать масс-медиа империи, тоже чувствуют себя не совсем комфортно. Президент России в своем выступлении на Валдайском форуме говорил о них, об их попытках поставить себя над государствами и о том, как государства решительно приступили к действиям, дабы указать медиа империалистам их место. И это не только в США происходит, где и тот же Фейсбук, и Гугл находятся под постоянным огнем политиков и антимонопольщиков. В той же Британии, например, на неделе жестко поставили вопрос о запрете Телеграм. Война за господство над умами, контроль за контентом, за безграничные базы данных пользователей в полном разгаре. Интересно, что Россия в этой битве пока принимает весьма ограниченное участие. А возможно, что это зря. Я сейчас вернусь к этой теме, но пока о главном событии недели. Россия вновь в стихии бушующего коронавируса. Цифры страшные по всем параметрам и во всех регионах. Даже там, где их усиленно сушат и занижают. Спасибо огромное всем антиваксорам. Страна переходит на полный, а где-то частичный локдаун. Тут все зависит от того, сколько трагически воспринимают ситуацию главы территорий и местные санитарные врачи. Хотя их личное восприятие сегодня уже не может скрыть километры разросшихся в считанные месяцы кладбищ, переполненные ковид-госпиталя и переходящую на итальянский принцип работы медицину. Это когда сами уже обессиленные врачи вынуждены фактически вести селекцию. Кого уложить на чудом освободившуюся койку и попытаться спасти, а кого уже не стоит. За всю эту катастрофу огромное спасибо антиваксорам. Тем самым, что преимущественно работают в торговле, сфере услуг, развлечений, культуре. Но, словом, в тех самых отраслях, что и падут первыми жертвами всех ограничений по двое этих самых сотрудников отраслей антиваксоров. И вот уже не силы их придется отстранять от работы. Мол, прививку не сделали, а сама работа у них кончится. Не надо быть сильным аналитиком, чтобы понять, следующую волну ограничений наши кинотеатры, рестораны, торговые центры, многолюдные офисы с бесконечными ивентами не переживут. Останутся только предприятия непрерывного цикла. Не думаю, что там готовы работать антиваксоры бариста или ресторанные сотрудники. Речь ведь о сантехниках или операторах химических производств, например. Аптеки останутся, продовольственные магазины и врачи с учителями. Спасибо вам, антиваксоры. Ваши убеждения вам же бумерангом и возвращаются. Но не за них я переживаю. Если нет профессиональной гордости и дум о будущем, прощайтесь и с профессиями, и с будущим. И сидите в глобальных соцсетях со своими измышлизмами. Но волнует вот что. Людская глупость – это не злой Байден или Трамп в вашем грязном подъезде. Это то, что постоянно требует подпитки. Иначе она все же тонет в силе разума. Но разум проигрывает в битве с антиваксорами. Президент страны на совещании с правительством растерянно говорит о том, что в собственном окружении среди людей с образованием и научными степенями слышит антивакцинальные заявления. И создается впечатление, что эту самую глупость, немногие глупости, начали усиленно подпитывать и распространять на далеко неглупое большинство. И тут самое время вернуться к теме контроля за глобальными масс-медиа игроками, о чем говорят уже многие главы вполне себе цивилизованных государств. Вот по себе вижу, что ситуация в стране с ковидом становится страшнее, а алгоритмы Яндекса все активнее мне выталкивают для прочтения и просмотра материалы антиваксоров. Аналогично ведут себя и алгоритмы других медиагигантов. Мессенджеры заполнены пересыльными материалами, сеющими панику и неприязнь к попыткам властей обуздать пандемию. А это уже ведь не просто. Людская тупость пробивает себе дорогу. Это, друзья мои, алгоритмы. Но алгоритмика стоит больших денег. Это как у Трампа с большими деньгами не все получается набегом соцсетями. Так и в алгоритмике. Медиапространства больших денег мало. Нужны очень большие деньги и очень целевые установки. Да-да, я к этому. Видя беспомощность нашего информационного пространства в разгар пандемии, о чем говорил депутат Петр Толстой, шабош недалеких антиваксоров, не исключая, что нашлись очень большие деньги усилить ситуацию, понимая, что наведет дискретации власти, дезориентации властей на местах и как результат росту социального напряжения в стране. И тут уже вопрос не только к санитарным врачам. А где Роскомнадзор? Только он вправе и в состоянии истребовать раскрытие механизмов действия алгоритмов, которые столь тщательно мусорят мозги россиян антиваксоровской информацией. Не только бесконтрольное гуляние по сетям информации о педофилии, наркотиках или насилии среди подростков, например, опасно для любого государства. То, что сейчас мы наблюдаем полный разгром вакцинальной кампании в стране, требует поиска ответа на вопросы, а кто и как проиграл эту битву? Битву с реальными жертвами и ранеными инвалидами на всю оставшуюся жизнь. Получится ли контрнаступление? Посмотрим. Пока точно видно, что для победы над мракобесием эффективны только методы силового принуждения. Но война идет гибридная, и силу информационного оружия недооценивать не стоит. Всем доброго. В стране стартовала всероссийская перепись населения. Это самая масштабная в сфере статистики события. Перепись 1897 года стала 12-й по счету. И, конечно, она отличается и масштабами, и технологиями. Для чего это нужно? Мы поговорим сегодня с социологом, заместителем директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Марии Ефловой. Здравствуйте, Мария Юрьевна. Здравствуйте. Слоган переписи «Создаем будущее». Так ли это, и как вообще стартовала сама перепись? Самое главное, что она уже стартовала. И действительно, этой переписью мы создаем будущее, потому что в этой переписи применяются новые технологии. Впервые в истории мы сможем пройти перепись через сайт госуслуг. Я, кстати, это уже сделала. Ну вот некоторые вопросы, я знаю, что смущают наше население. Для чего на них необходимо просто отвечать правдиво? Дело в том, что согласно переписи потом принимаются серьезные управленческие решения. Строятся больницы, детские сады, принимаются решения по политике. Соответственно, все вопросы, которые существуют в переписи, они исторически сложились и очень важны для государства. Очень важно, какой пол, какой национальности, у кого какие дети, кто с кем живет, какое домохозяйство. То есть нам необходимы результаты переписи для того, чтобы грамотно потом построить впоследствии 10 лет свои социологические исследования. У нас в стране работает большая база социологов, которые ведут опросы, замеры. А почему эти данные не могут использоваться при государственном планировании и обязательно нужна вот такая перепись? Перед началом исследования мы строим выборочную совокупность. И, соответственно, мы опрашиваем не всех людей, а опрашиваем только тех людей, которые необходимы согласно исследованию. То есть у социологов никогда не проходят полномасштабные исследования населения. А все опросы мы строим по выборочной совокупности. А вот вы сказали, что уже приняли участие. А какой вопрос вам показался самым, может быть, интересным или смущающим? Дело в том, что я все-таки эксперт, и мне было очень любопытно пройти перепись населения, потому что последний раз я участвовала в ней 10 лет назад. Я понимаю, что все эти вопросы нам потом, в последующем потребуются для работы. И я считаю, что ни один вопрос вычеркнуть нельзя. Естественно, я повторю, эти вопросы касаются и ведения домохозяйства, и национальности, и пола, и экономического уровня развития. Некоторые люди не хотят раскрывать свои доходы, и боятся, что об этом узнают другие органы государственной власти. Можно за это переживать или нет? Эта перепись обрабатывается только в обезличенном виде. И, соответственно, когда ученые, исследователи, управленцы увидят результаты этой переписи, мы увидим их абсолютно в обезличенном виде. То есть не будет ни фамилий, ни имен, ни отчеств. Мы увидим только цифры. И это очень важно для государства. Подчеркну еще раз. Большое спасибо за интересную и содержательную песню. Обязательно тоже приму участие в переписи. Спасибо. Несколько поколений советских людей и россиян выросли на сказках-фильмах по сценариям Евгения Шварца. 21 октября писателю-сказочнику, еще при жизни, названному одним из лучших драматургов 20 века, исполнилось бы 125 лет. И мало кто знает, что Евгений Шварц – наш земляк. Он родился в Казани. Его отец Лев Шварц приехал в Казань, чтобы учиться в университете на врача. Мама тоже училась на кушерских курсах. Так родилась семья Шварцей. С раннего детства писатель любил мечтать и выдумывать необычные истории. И до сих пор сказки, написанные Евгением Шварцем, остаются самыми теплыми, родными и очень актуальными. Все его произведения разобраны на цитаты. А ведь сюжеты большинства сказок придуманы не им. Откуда источники такой любви к произведениям уроженца Казани, попытался выяснить Илья Андреев. 21 октября мы отмечаем 125 лет со дня рождения русского писателя Евгения Шварца. Фильмы сказки «Золушка», «Снежная королева», «Обыкновенное чудо», «Убить дракона», «Сказка о потерянном времени» сняты по его сценарию. Драматург родился в Казани. Мы в отделе рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Лобачевского, Казанского федерального университета. И у нас с вами сегодня представляется, по сути, уникальная возможность познакомиться с изданиями детских книг Евгения Шварца. Еще при жизни сказочника назвали одним из лучших драматургов века. После смерти имя его стало символом детства, добра и любви. Его пьесы и фильмы давно разошлись на цитаты. Умоляю вас, не огорчайтесь. Я не волшебник, я еще только учусь. Детей надо баловать, вот тогда из них вырастают настоящие разбойники. Какое сказочное свинство! Отец русского писателя закончил Казанский университет и получил специальность врача. Евгений Шварц вспоминал о родителях. Отец – человек сильный и простой. Белый играл на скрипке, участвовал в спектаклях, любил быть на виду. Мать много талантливее, по-русски сложная и замкнутая. Все современники, а позже и сам Евгений Львович, в один голос утверждали, что на любительской сцене она была еще талантливее отца. По-настоящему одаренная самобытная актриса. Но все же Казани осталось для Шварца только тем, что рассказывали о ней родители. То есть сказкой с мечетями, церквями, базарами и большим трактом. Почти сразу после его рождения их семью за подпольно-политическую революционную деятельность отца сослали в столицу республики Адыгея – Майкоп. Именно здесь, на Кавказе, имеющем самобытную культуру, с массой легенд, с Казанией и флером Востока, он учился создавать собственные истории. С раннего детства Женя признавал только те выдуманные истории, которые имели счастливый финал. Наотрез отказывался дочитывать книжку, заподозрив, что она может окончиться грустно. Впервые слушая про дюймовочку, он с ужасным криком заткнул себе уши и не дал маме дочитать, потому что слишком боялся плохого конца. Мама пользовалась этим в педагогических целях. Едва Женя садился за еду, она начинала импровизировать сказку. И к середине тарелки герои непременно оказывались на утлом студенушке в бушующем море. А дальше будущему сказочнику предъявлялся ультиматум. «Бредай все до конца, если хоть что-нибудь останется на твоей тарелке, они там все на судне утопнут в море». И несчастный Женя подчищал свою тарелку до полного сияния, только чтобы все у всех всегда кончалось хорошо. В 1914 году Евгений Шварц окончил реальное училище и поступил на юридический факультет Московского университета. Проучился два года и решил уйти, посвятить свою жизнь театру и литературе. Шла Первая мировая война. Бывшего студента призвали в армию, отправили учиться в Юнкерское училище в Москве. Во время гражданской войны Евгений Шварц был на стороне белых. Служил в добровольческой армии, участвовал в ледовом походе Корнилова, получил тяжелую контузию при штурме Екатерины Годара. Всю жизнь потом Шварцу пришлось скрывать свое участие в белом движении. После ранения Шварц был дембелизогом. Поступил актером в театральную мастерскую в Ростове-на-Дону. В 1921 году театр переезжает в Петроград и распадается из-за отсутствия сборов. Евгений Шварц работает грузчиком, поет в хоре и, наконец, становится детским журналистом. Он входит в литературу. Евгений Шварц пишет сказки тогда, когда сказки считались вредной буржуазной отрыжкой, которые только путали, мешали воспитанию правильного взгляда на жизнь. Все же любовь к сказке осталась с Евгением Шварцем на всю жизнь. И когда он создавал драматургию для взрослых, он все равно облекал ее в сказочно-притчевую форму. Ну и в отделе рукописей редких книг в научной библиотеке имени Николая Обачевского Казанского федерального университета сохранились первые издания детских книг русского писателя Евгения Шварца. Ну и, конечно, всем известна эта сказка о потерянном времени. Конечно, кроме содержания нужно обратить на просто выдающиеся и потрясающие иллюстрации. Например, книга для детей «Крейсера Аврора» с такими точными подробностями. Или, например, «Ленька». Вот мы вместе с вами открываем. Все это, конечно, просто уникально. И приключения «Вои медведя» и «Три встречи». И «Три встречи», как вы думаете, с кем? «Три встречи» с вождем революции, с Лениным. Русский писатель Николай Чуйковский вспоминает. Шварц был воспитан на русской литературе. Любил ее донействоство. И весь его душевный мир был создан ею. Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Лесков и, главное, Чехов были не только учителями его, но ежедневными спутниками, руководителями в каждом поступке. Ими определялись его вкусы, его мнения, его нравственные требования к себе, к окружающим, к своему времени. От них он наследовал свой юмор. Удивительно русский, конкретный, основанный на очень точном знании быта. Связи связями, но надо же в конце концов и совесть иметь. Когда-нибудь спросят, а что вы, собственно говоря, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой и сердце справедливым. Как говорил русский драматург Евгений Шварц, давайте принимать жизнь такой, какая она есть. Главное не запутаться в собственной паутине и остаться по-настоящему хорошим человеком. Всего вам доброго и до новых встреч. Илья Андреев, Радмир Софиуллин, КФУ, Итоги недели. Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь, писал Евгений Шварц. Сказку мы делаем сами. Помните об этом. Будьте здоровы и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова